Здравствуйте! В эфире Живого радио программа «Театр наизнанку» и я ее ведущая Каэли. Сегодня у меня в гостях Ольга Маховая, актриса театра имени Масовета. Ольга, здравствуйте! Здравствуйте, Леночка! Ольга, у вас такие красивые музыкальные руки! Вы могли бы стать прекрасным хирургом! Почему все-таки привлекла актерская профессия? Ну, мне приятно, что вы сказали так про мои крупные руки. Не знаю, могла бы я стать хирургом или нет. Я преклоняюсь перед врачами, считаю, что они просто творят какие-то чудеса, и надо очень большой долей самопожертвований обладать, чтобы работать врачами. Мы так только, если психиатрами можем быть или психологами, актерами. Думаю, что никогда бы не могла бы стать хирургом, потому что это героический какой-то подвиг, сшивание каких-то тканей вообще, это просто такое ювелирное. Но про руки спасибо, конечно. Конечно. Вот. Поэтому... Так, я потеряла мысль чуть-чуть. Почему все-таки привлекла актерская профессия? А, почему привлекла? Ну, это очень просто, потому что я с самого детства раннего я росла в театре просто-напросто имени Гоголя. У меня работала бабушка там всю жизнь свою практически, после войны. И меня не с кем было оставить. У меня там мама училась, там родители в командировки ездили. И я все время была с бабушкой, все время в театре. И вот Александр Сергеевич Пашутин, который в это время как раз работал в театре Гоголя, он до сих пор иногда вспоминает, как я сидела в ящике и пугала тараканов, каких-то вот ящики из-под костюмов. А он был волком там в сказке, и они все время проходили мимо, пугали, а я пугалась, и они очень веселились. Вот. Ну, я, честно говоря, даже этого не помню. То есть это было с очень-очень раннего возраста. И могу сказать, что я... Мне все время казалось, что театр это какой-то совершенно особый... Особый какой-то... Даже не мир, а что это какой-то особый город, какое-то специальное какое-то место, где какие-то совершенно неземные люди на сцене. И просто успех был. Такой зрители аплодировали в зале. Я думала, ну это значит, если этим людям хлопают, если так реагирует Боруна, значит, это что-то такое в этом есть. Волшебная совершенно... Волшебная страна. Абсолютно волшебная страна. В общем, совершенно реальная такая... Мне театр Гоголя, конечно, казался самым лучшим театром мира тогда и Москвы. Вот. И то, что можно было откуда-то сверху, со светительской где-то рубки наблюдать как-то вот... А потом видеть актеров, которые тут в гримерке, там, дядя Саша, там, тетя Оля, там, тетя Наташа, дядя Коли. Вот. Когда они тут же переодевались, и совершенно нормальные люди шли в буфет, пили, там, чай, кофе. Это было что-то потрясающее, потому что переуплощение было столь явным, и они становились абсолютно нормальными людьми, что жизнь казалась их невероятно какой-то таинственной. Это сродни было какому-то... Мне казалось, что они как шпионы какие-то вот международные. То есть они вот... И в театре они роли играют, потом и разгромировались нормальными людьми, пошли куда-то на улицу, а в театре они были какими-то принцами, какими-то там историческими персонажами или сказочными. То есть это было здорово. И это с детством очень совпадает, потому что дети, конечно, они живут в мире героев и мультипликационных, и сказок. Я как гостяк в сказке была тогда в передаче. Вот. И все они, конечно, отождествлялись у меня жутко, вот, артисты с персонажами. Я хотела ужасно туда. Только я думала, если меня туда взяли, там же только туда только специальных берут людей каких-то. Вот. Ну, необычных, каких-то сумасшедших, выдающихся. Вот. И я видела, какой восторг вот у людей в конце спектакля, как улыбаются все как-то, это такую радость. Ни одного спектакля я в своей жизни не видела откровенно плохого, простите. Я, наверное, насквозь просто потенциально, я абсолютно классический зритель. Потому что даже в самом плохом спектакле... Вы же как актриса, вы смотрите, вот как это вот изнутри, каково это у нас цель. Нет, я обязательно в какой-то момент отключаюсь, абсолютно погружаюсь, как зритель, вот так открываю рот, смотрю и думаю, блин, как это, я так не могу. То есть я в самом дурном спектакле найду блестящую актерскую работу, хотя бы одну, как минимум, какое-то, значит, что-то интересное. То есть для меня не бывает откровенно плохих спектаклей совершенно. То есть это... Я знаю, что это тяжелый очень труд, коллективный, очень тяжелый. И это только кажется, что это так все раз, с левой ногой. Я так тоже могу. Я очень часто слышу, как люди, не зная, что я, допустим, слышу это, или там, что актрисы имеют отношения, они говорят, ой, ну что он делает, вот по телевизору смотрят. Ну это и я так могу. Сомневаюсь, сомневаюсь. Это когда доходит только вот. Бабжевая, пожалуйста, а вот теперь выходите. Это, кстати, очень много подобного видно вот при поступлении абитуриента. Театра и института, когда да я, да я, да мне. То человек выходит, а коленки-то вот так. Трясутся. Да. Вот у Райкина есть книга под названием «Роман с театром». Что для вас такой вот роман с театром? Роман с театром. Роман с театром – это для меня супружеская жизнь, вот я хочу рассказать. Наверное, у меня это такая, которая имеет, это что-то очень серьезное, причем супружеская жизнь в самом таком хорошем смысле этого слова, это такой серьезный брак, не знаю, где заключенный, может быть, где-то даже, может быть, даже где-то там, да, в котором есть приливы, отливы есть, успехи, неудачи, болезни, горести, победы, печали, предательства, измены, обманы, непонятки и какие-то что-то, но все это, когда ты без этого не можешь, когда это часть твоей жизни, когда это вот, либо ты половинка этого, либо это половинка тебя, вот, наверное, что-то такое. А вот если бы вы все-таки не стали актрисой, кем бы вы стали? Ой, это, я не знаю, кем бы я стала, ну, я много кем, на самом деле, могу быть. Я машину могу хорошо вожу, печатаю на машинке, хорошо могу все газеты управлять, вот, готовлю, кстати, очень даже ничего. Но если серьезно, если бы я родилась не в России, то, конечно, а где-нибудь в какой-нибудь англоязычной среде, тем более, если это было бы в Америке, я бы занималась однозначно музыкой. То есть это, я не представляю, как можно, если ты обладаешь музыкальным слухом, представь, ребенок со слухом, и вокруг тебя поют, вокруг тебя музыка, и вокруг негры. Как можно здесь заниматься музыкой, и кантри, нет, ну как это, как это, чистый фольклор, чистый фолк какой-то, и какой-то негристианский все. Я думаю, что я бы занималась музыкой, я была бы музыкантом, причем я думаю, что я играла бы на разных инструментах, я бы лет с 14 пела в какой-нибудь бы школьной банде. В банде? И мы снова возвращаемся в нашу студию. Оля, считаете, что актерская профессия очень зависимая? Если да, то от чего? Ну, скажу вам честно, она не более зависима, чем любая другая профессия. То есть важно, как ты сам к этому относишься. Мне кажется, это какие-то досужие, стереотипные домыслы, что актер это такая зависимая профессия. Президент тоже зависимая профессия страны, я так думаю. И думаю, как бы, ты зависишь очень сильно, очень многое зависит от самого тебя. То есть половина зависит от чего-то там постороннего или от каких-то людей, которые что-то решают, но половина зависит точно от тебя. Плюс, конечно, везение в какой-то момент, в какой-то момент твоя выдержка, твоя готовность быть в нужное время, в нужном месте, в нужной форме, и каждый раз, когда это надо. Ну, и так, чтобы Бог дал здоровье, чтобы Бог дал силы, чтобы Бог дал не унывать, если какие-то периоды простые или что-то не будет. Я думаю, что не более этого. Остальные профессии тоже такие же, как бы. Вы, кстати, о везении в счастливые случаи верите? Да, конечно. Очень много было случаев счастливых. У меня много, это больше трех. Не буду даже говорить сколько, загадывать не буду, а ты сейчас скажешь и все. Очень верю. И наблюдала у других людей такие ситуации, в своей жизни имею просто. Когда, могу сказать так, ну, один раз было кардинальные просто перемены были в жизни, может, даже и не один. Вот. Или какие-то очень серьезные изменения, даже не к лучшему, а просто качественные изменения такие же. И было понятно, почему это именно вот этот тот самый случай был. Говорят, что также актерская профессия немыслима без допинга. Что для вас вот этот самый допинг? Честно? Да. Успех. Конечно, можно сказать алкоголь, наркотики, секс, на все. Нет, имеется в виду не допинг в прямом смысле, а вот именно то, что подталкивает, стимулирует. Зрительский прием. То есть, если ты уверен, что ты делаешь что-то правильно, то ты еще лучше будешь это делать, если ты увидишь, что реакция на это есть. И поэтому очень часто актеры блестящие спектакли начинают играть уже в полную силу, там, десятые, пятнадцатые, потому что они уже все проверили, они уже знают, ага, вот здесь это точно совершенно было, вот здесь не надо, а вот здесь надо добавить. И когда... Я не буду говорить, что когда тебе подходят по спектаклю и говорят, спасибо вам, спасибо за то, что вы на свете есть. Такое тоже бывает, это очень приятно. Не может арти... Вот как рыба без воды, как человек без воздуха, артист долл, он не может без успеха. И чем больше его, тем лучше. Звездной болезни... Никогда не было признаков. Ну, ведь это же выставляет человека идиотом, мне так кажется. Ну, признаков я не знаю, это надо спросить у тех, кто меня знает, скорее лучше. Я считаю так, я никогда не порицаю в глаза людей, у которых я вижу даже не признаки, а запущенные стадии этого, да, это их дело. Но я считаю так, сегодня ты можешь быть... Сегодня пятница, а завтра будет понедельник. Сегодня ты можешь быть на коне, завтра неизвестно все, как будет. Нужно быть благодарным за то, что сегодня, за то, что сейчас, и ни в коем случае не считать, что... Нет, конечно, бывают такие моменты, когда ты говоришь, я молодец. Вот сегодня я молодец. Но это чувство проходит через 10 минут, потому что, ну, дальше уже что-то происходит. Мне кажется, нужно быть объективным к себе, как бы, от себя любить, но быть объективным. У вас сложился замечательный творческий довес с режиссером и актрисой Ольгой Анохиной. Будет ли он продолжаться? Ну, я думаю, что, наверное, да, потому что мы как бы находимся, как бы держим руку на пульсе. Сейчас немножко мы заняты другими разными проектами, с дружором не связанным. У нас очень хороший с ней тандем. Я считаю, она очень талантливый человек, который очень еще много поставит хорошего, и, надеюсь, и под крышей родного театра Моссовета, безусловно. Это редкий случай женщины, сочетающей в себе женскую интуицию и такую чуткость какую-то, вот как антенна, с совершенно недюжинным мужским умом. Это важно очень для режиссера, потому что, простите, я скажу, случается работать с актером, часто с режиссерами, которые глупее них. Но они не могут этого показать, они вынуждены выполнять эти указы, потому что режиссер он босс. Оле нет. Оле, когда... Оля босс, ее задача выполнять приятно. Вот. Думаю, что... Встану идут какие-то разговоры, надо-надо что-то делать, надо-надо, надо-надо. Дед, в какую-нибудь комедию сыграть, недавно она сказала. Надо здесь какую-нибудь комедию, комедию что-то. Я говорю, ну давай, давай, давай. Вот. Надеюсь, что это будет продолжаться. Во всяком случае, то, что она делает, мне нравилось, и когда она мне оказала честь, меня занимала в этом. И то, что я видела, в чем я не занята, мне нравится по сей день, мне это интересно. Вы играете в спектакле «Заповедник» по пьесе Довлатова. Он идет на малой сцене под крышей. Есть ли разница игры на большой сцене и в таком маленьком камерном пространстве, где сцены фактически отсутствуют? Да, конечно. Это повесть, по которой написана инсценировка, Михаилом Заништралем и Ольганаховым. Довлатова, он не успел по пьесе писать, по-моему, нет. Конечно, есть, потому что я вообще слышу вообще все, что делают зрители. Но я при этом нахожусь со своими партнерами. Зритель слышит, как ты дышишь. Ты слышишь, как зритель. Не то, что кашляет, как он голову повернул в другую сторону, ты видишь боковым зрением. Другое все потом... Существование очень приближено к киношному, потому что тебе не нужно посыла никакого голосового. Тебя слышно прекрасно. Там у нас хорошая такая акустика создана, но нет никакой красочности театра, которая необходима на большой сцене, иначе тебя на 30-м ряду не будет слышно. То есть это даже камерность, это более приближено к реальности, к нашему существованию. Образы более тонкие. И мне кажется, они какие-то получаются от того, что у нас нету круга, нету гигантских каких-то световых софит, которые там есть, и какого-то там цифрового пульта светового, который есть там на большой сцене, мы должны другими средствами пользоваться, чтобы зритель был доволен. Поэтому получается более глубоко. Это касается любого спектакля на малой сцене. Вот возьмите театр «Табакерка», возьмите другой спектакль, там «Бедный Марат» в нашем театре идет, возьмите какой-то там камерный малый спектакль, возьмите «Гришковцы», это такое в любом будет. На любой малой сцене такая вот специфика. А еще вот вопрос про заповедник. Актуальна ли сейчас постановка на советскую тему? Ну, я не считаю, во-первых, что она на советскую тему, потому что, в общем, 70-е годы, они уже прошло 30 лет, вот с тех пор, вот те времена, которые Давлатов писал в заповеднике, это уже история нашей страны. И могу сказать, что, к счастью, безумное количество молодежи ходит на спектакль. Мне немножко это было странно, мне казалось, тема как-то будет уходить. То есть острота, гласность, перестройка, мы как-то все уже на рынке, мы вроде как капитализм уже все-таки строим, как-то такой молодой, еще развиваешься китайский, но как-то строим уже. Вот. Китайский, японский, мы японский хотим все-таки подать, да. Вот. Что ходит молодежь, как бы не потому, что их вывели целым курсом или целым классом, а ходит у меня брат, водит своих друзей, они вводят, приходят с девушками, приходят еще с друзьями, ходят по нескольку раз, очень смеются, потом приходят домой и спрашивают родителей, это что было, правда, это все так? А мама и папа говорят, да, это было так. То есть, мне кажется, он такую нишу занял, очень хорошую, которая ушла как бы от политизирования этой темы, как бы советская тема, какая-то вот идеологическая, а там такая человеческая история в рамках вот такого режима, который был в стране. Потому что все говорят, какие характеры, это самое главное, что должно быть. у нас очень много персонажей, там прекрасно сыгранные актерами, имеют очень много поклонников актеров, заповедника. Странная история доктора Джекила, мистера Хайда. Странная, согласна. Странная. А сейчас, когда в нашем мире настолько стерта граница между добром и злом, основной посыл спектакля, на ваш взгляд? я думаю, я сейчас вам скажу, я читала всякую прессу про спектакль, и высказывания слышала, там, Полосчиком скидовал интервью на тему, там, у кого-то тоже там спрашивали. Сейчас я вам скажу, нельзя ничего, ни о чем судить, не испытав это самому. Я процитирую Джекила, я не буду говорить, что это спектакль, ну, конечно, безусловно, наверное, против наркотиков, там, борьбы, там, чего-то. Я, кстати, против борьбы с наркотиками узнала, это когда вышел уже спектакль, о том, что это об этом было. Мне казалось, что мы не об этом немножко делали, но хочу сказать так, он был неправ, тогда вот нельзя было проверить расчеты и точность, но то, что он на свой страх и риск поставил эксперимент на себе, будучи уверенной, что все кончится хорошо, а кончилось все плохо, знаете, как славу безумцу, которую осмеливать. Вот Джекилл заслуживает у меня всяческого, помимо, как бы сожаления и сочувствия, он вызывает у меня уважение. И хочу сказать, я за Джекиллов, даже которые ставят неправильные эксперименты, потому что через тернии к звездам, то есть не бывает прямых дорог. Хайд, да, в мире много хайдов. Ну да. Но, как говорится, все уравновешено, в абсолюте все это, это в плюсе, это ноль. И в то же время это плюс бесконечности, это вселенная, и как бы это мы сейчас уйдем в божественные вопросы или в какие-то космические. Могу сказать, ну, 20-й век, конечно, век зла, 21-й, по-моему, немножко все остепенились, чуть стали как-то поменьше, по крайней мере, ну, как-то все стали как-то терроризмом, бороться, понимать, что нельзя все время как бы намывать деньги на продажу оружия, отмывать, что все равно надо как-то там, как-то сужать, сужать этот сектор уже хорошо. Ну, вот, наверное, да, постирались, так сказать, с развитием научно-технического прогресса какие-то грани сильнее. А что сейчас в этом спектакле можно сыграть такого, чего нельзя было сыграть во время на Стивенса? Ну, как можно, вот, я вам сейчас так скажу, мне прям за державу обидно, вот, тем более, самым лучшим Шерлоком Холмцем был русский, российский, блестящий актер Василий Ливанов. Значит, какая разница, какой материал, русские, драматические актеры, играющие ту драму на сцене, это не важно, драматический театр, музыкальный, драматический театр, мюзикл, что можно сыграть? Да много что можно сыграть, так сказать, с использованием системы Станиславского, Михаила Чехова, пользуясь приемами Вахтангова, добавляя свое нутро в видение мира. Да нету глубже артистов, чем русские, потому что, простите, все, кто получает, я очень уважаю Американскую киноакадемию, все, кто получает Оскар, играют как хороший, крепкий, средний, русский актер. Вот. И дай им Бог, они молодцы, что они так играют, это правильный путь. Они получают Оскар. Так что, думаю, что можно сыграть это очень неповерхностно, очень тепло, очень эмоционально, очень прочувствовано. Вы играете таких лирических героиней, романтичных, как Эмма Кэру, Алена, храбрая пробивная Татьяна в том же заповеднике. Сейчас ожидаем вашего появления в характерной роли драконша. А что сейчас играть интереснее? Да все, нет, все интересно играть. Я, кстати, могу сказать, что насчет Джекила и Хайда. Вначале мне предлагали усиленно вместе с Ириной Климовой репетируют роль Люси, Харрис. Но могу так сказать, вот интереснее было, я попросила, чтобы Эмма Кэру дали, потому что мне интереснее было сыграть английскую аристократку, да, потому что проституток золотой душой я уже играла ни одну, ни две даже. Вот, и как бы Иисус Христос вот у нас идет до сих пор. Так сказать, это классическая там тема даже какая-то. Вот, и Лица я играла, и Анна Кристи была, и как бы я очень рада, что получилось так вот, что мне дали Эмму, потому что для меня это роль на какие-то открывания в себе каких-то, я я в неопределенном образом хожу, я в определенном образом говорю, я в определенном образом существую. То есть это какой-то, это совершенно другая женщина. очень интересно было вот сыграть. Оль, а есть у вас роль вашей мечты? Да, конечно, и не одна. Например? Ну, я хочу сказать, есть роли, которые я, может, еще не успею сыграть, а есть роли, которые могу успеть сыграть еще в любом, я могу их назвать. Я бы очень хотела играть Леди Магбет, Дездемону, Шекспира. Я очень хотела бы сыграть Последнюю жертву Островского. Я очень хотела бы сыграть Елену, дяди Вани, Чехова. То есть, ну, массу можно, так сказать, материала перебрать, но есть, вы понимаете, и Васа Железнова тоже шикарная роль для актрисы другого плана, и Королева Елизавета, например, это то же самое, там и, ну, какие-то такие, какие-то такие есть, конечно, мечты, что-то воплощает. Могу сказать так, надо всегда направление выбирать. Жизнь принесет тебе обязательно что-то в этом, и потом мне грех жаловаться на роли, у меня очень крупные характеры, очень я рада, что меня видят и дают что-то такое, потому что я благодарна, я так все время плюю через плечо, потому что не могу, не могу, все роли я люблю, они очень огромные, все здоровые, и просто каждая из них даже одна, это уже счастье, а у меня их несколько. Будем стараться. А что-нибудь новое сейчас репетируете? Да. В Гамлете Гертруду, это без шуток. Значит, это просто два слова скажу, это антрепризный проект, это театр Нота Бене, и еще там продюсерский центр один, репетирует такая постановка на компанию, сборную компанию артистов из разных театров, я могу там сказать просто, что режиссер Владимир Поглазов, режиссер по пластике Владимир Аносов, вот, это, кстати, совсем недавно я выяснила, выяснилось для меня, и очень я этому была рада, вот, потому что очень этого человека люблю. Там очень интересная компания, там материал, я даже не буду говорить, это всем понятно, и могу сказать, вот никогда не, вот, я такого какого-то плана была, я такая серьезная уже была с детства, я никогда не хотела быть Джульетой или Офелия вместо Гертруда, ну, максимум Катарина, вот Катарину, кстати, могу не успеть, хотя, смотря какой Петруча, если он будет, если будет Саша Домогаров или вот его поколение, то еще Катарина очень даже, да, вот, то есть, вот очень я, то есть я могу сказать так, вот, это подарок, это подарок, и даже мечтать я не могла и о таком, очень счастлива в этом участвовать, в этом репетировать, надеюсь, что это выйдет. Расскажите еще, пожалуйста, поподробнее о своем сотрудничестве с Театром Луны. Да, было такое, значит, правда, я же сотрудничаю все время за кадром в таком, это все время такое, я как бы озвучиваю спектакли, значит, каким образом? Получилось так, что там два спектакля есть, в которых Сергей Борисович Проханов меня привлекал как-то участвовать, значит, в одном спектакле, в спектакле идут, один спектакль «Ночь нежна», где ситуация такая, за неделю там до премьеры, которая была назначена, и у них были проданы билеты, афиши, все, выясняется, что актриса, которая исполняет одну из главных ролей, которая, она должна была там спеть песню, выясняется, что там что-то случилось, она не может ее спеть, то ли она не может спеть, то ли она не, в общем, что-то там, она плохо себя чувствует или не может спеть, короче, он позвонил мне и сказал, Оля, прошу тебя, выручай, там такой план, она стоит, освещенная лучами, перед ней такой винтажный микрофон на стойке, никто не будет видеть, что она поет под плюс, мне нужно, чтобы ты спела вот эту песню, как бы я говорю, ну давайте, хорошо, вот надо вот ее сегодня записать, потому что мы вот только успеем свести, все, у меня премьера через пять дней, вот, и так эта песня, и так все актрисы, которые играют Роземери, поют моим голосом в этом, значит, спектакле, а потом был спектакль «Путешествие дилетантов», где, могу сказать, что, ну как бы, там голосом, там песнями на стихи прекрасной была так у Джавы, это оформление музыкальные спектакли, потому что это не, они, как бы, такое решение музыкальное было, и там мне очень лестно, так сказать, предложение было про Ханов, вот, на этот спектакль, потому что там было так, он позвонил и сказал «Уль, ситуация такая, мне нужна была, значит, певица, которая разными голосами может петь, ну то есть совершенно разными, ну конечно, мы договорились с Камуровой, ну в общем, она заболела, не может, выручай, конечно, после такого я сказала, ну если после Лены Камбуровой, вы сразу вспомнили про меня, вот, я примчалась, и мы записали несколько песен, там, романцев, или немножко в разном таком жанре, и вот, это было, я так никогда не приходилось мне так работать, а потом одна из моих однокурсниц, Ольга Понизова, замечательная актриса, тюзовская, она играла в этом спектакле, и в одной из сцен, где звучала песня, она не знала, что это, она не узнала меня совершенно, она играла там у них сцена, где они переживают смерть маленького ребенка, и там звучала вот песня, и она говорит, Оля, мне сказали, это ты, Оля, если бы не эта музыка, я никогда в жизни бы этого не могла бы сыграть, это только потому, что это, вот это была такая мне похвала, но, надо отдать должное, Сергей Борисович во время записи занимается режиссурой в чистом виде, то есть, он ставит задачу, он говорит, вот я здесь хочу, чтобы так, а здесь хочу, чтобы так было, поэтому, это, наверное, так и получилось, благодаря тому, что он очень хорошо формулировал, что он хотел, и тоже этот спектакль, замечательная актриса. Оля, бытует мнение, что в музыкальном спектакле главное петь, так ли это, или все-таки главное правильно синтезировать музыкальный материал, драматический образ. Ну, хорошо петь, желательно, но, я могу так сказать, но я не знаю, ой, понимаете, как, для того, чтобы, вот если вы говорите о музыкальном театре, где главное петь, то это оперный театр только, когда, вообще не важно, как выглядят исполнители, а они все передают глубиной и богатством голоса, как бы, там, построена драматургия на переходах нот, на построении, там, канонов, расхождений, это драматургия произведения от этого завида, то есть, от того, что сейчас всем станет плохо, а тут все расслабятся, выдохнут, а тут все обрадуются, это, это опер, да, могу сказать, что все, что касается мюзикла, музыкально-драматического театра, ну, не только это на вокале, понимаете, не только, конечно, сейчас я буду говорить, очень важен свет, очень важна сценография, да, конечно, это важно тоже, ну, синтезирование важно, конечно, я могу так сказать, хороший артист всегда убедит зрителя, что так тоже можно петь, а плохой артист, он просто, он не сможет, ну, неплохо, как вы, понимаете, да, просто говоря, то есть, я считаю так, вообще искусство, тем более музыкального, это еще режиссерское, конечно, есть режиссер, который может так придумать, так придумать, что выйдут люди, которые, вы знаете, я могу пример привести, почему-то сегодня, опять до Магарова упоминаю, была на спектакле Нижинский, божий, сумасшедший божий клоун Житинкина, знаете, меня что поразило больше всего этого спектакля, там прекрасная работа, актерская, вообще спектакль, очень хороший цельный спектакль, Саша играл великого танцора, ни разу не возникло ощущение, но когда ты затанцуешь, ну, то есть, там была сцена, где, в тот момент, когда он должен был выходить на сцену, и он потом, там, у него начинался приступ, он там, и он просто вставал в стойку, все, он уже падал в конвульсиях, это было абсолютно неважно, потому что он передавал Нижинского, он играл Нижинского, это был Нижинский, а балета в спектакле не было, то есть, как бы, а по идее, он должен был танцевать, он должен был, в то же время я видела, например, совершенно другой вариант спектакля, Шантеклер, где прекрасно пел, и замечательно совершенно танцевал Денис Суханов, драматический актер, и вообще там многие пели, танцевали, и это был такой вот мюзикл, и то может быть, и то может быть, и все может быть, лишь бы это интересно было и хорошо. Иисус Христовский звезда, спектакль «Болгожитель», а меняется ли с годами ваше отношение, восприятие героини? Ну, я ее больше понимаю, но меняется, да, конечно, меняется, он немножко, конечно, в том виде, в котором идет, я бы его закрыла и сделала бы новую редакцию, совершенно его переформатировала, вплоть до, может быть, замены всех артистов поголовно, это как произведение может быть очень долго долгожителем, и, конечно, это меня поражает, почему он на этот спектакль ходит. Уже несколько поколений, вот несколько поколений уже повзрослело, и уже следующее поколение приходит, и уже несколько это, ну, не знаю, я вот сколько играю, 93-го года, 14-й сезон в этом спектакле. Спектакль, вы 16 лет, да? 17-17-16 лет. 17-17 лет. Меня, нет, меняется, я все время, мне очень безумно нравится, это совершенно классическое, замечательное произведение с точки зрения приятности мелодии, понимаете? То есть текст такой может быть, текст сикой, текст английский, испанский, немецкий, русский, такой сикой может быть. Здорово это придумано, очень гармонично, очень свежо это. Вот, но нам повезло, у нас прекрасная фонограмма, замечательная, она просто очень хорошо сделана, она менее устаревает, чем визуальное изображение спектакля. Но тоже она потребовала бы потом обновления какого-то. Ну, не знаю, что могу сказать. Я могу пожелать этому спектаклю как-то благополучно, как Фениксу. А потом, возможно, возродиться, да. А может быть, даже в другом месте, потому что это произведение можно постоянно ставить там, вся в том конце света земного. В Москве это может идти беспрередно, то в этом театре, то в этом. И, кстати, вращаясь к тому, что многие ходят на спектакли по многу раз, это к чему-то обязывает? Ну, это обязывает как минимум уважать этих людей и стараться, стараться как-то, чтобы они продолжали ходить, приводили друзей своих и как-то что-то. Не, ну, во-первых, это очень приятно. Это говорит о том, что, господи, люди-то на один раз не могут вырваться, коллеги даже, посмотреть его работу. А когда люди ходят несколько раз, как-то что-то, значит, их как-то зацепило, как-то что-то запало как-то им. Это очень трогает. Меня это очень трогает, хочу сказать. А что для вас важнее, слово или музыка? Музыкальный спектакль. Ой, как слово музыки сказать. Все волнует, все важное. Все, все очень важно, и актер важен. Потому что один так сделает, другой так, а третий вообще так, как никто не сделает. Все, нельзя сказать, что главное. Вы сейчас репетируете музыкальный проект с вашим коллегой по театру Антоном Деровым. Когда можно будет наконец-таки увидеть результаты репетиции? Ну, понимаете, когда увидеть результаты репетиции? Я могу просто сказать в двух словах, Антон, может быть, немножечко что-то там говорил. У нас существует... Какой вид этого проекта? У нас за время нашего, так сказать, знакомства, наших дружеских взаимоотношений, творческих, у нас накопилось довольно много собственного авторского материала. Но они... Как-то мы тяготели оба с Антоном в свободное от работы время от основной. Мы тяготеем как бы к рок-музыке в разных совершенно проявлениях. И как бы к... Это такой... Можно сказать, что это... Это клубный рок, вот так скажем. Там есть чуть... в одну сторону номера, там немножко другого течения номера. Но как бы это для исполнения лиф, конечно. Это для исполнения бэндом классическим. То есть это пять, там, шесть человек, если это там два вокалиста. Или как-то... Можно приглашать каких-то там отдельных еще... Музыкантов. Музыкантов, да. Но как бы основной костяк, чтобы это игралось там пятью-шестью человеками. И это, в принципе, это музыкальный альбом. Причем у нас номеров до такого... У нас их на два, на двойной уже альбом есть. Но мы, конечно, строгим отбором занимаемся. Мы так никак никуда не спешим. Хотелось бы записать, во-первых, студийный вариант этого. Причем просто, ну, есть необходимость какого-то выплеска, потому что как-то мы так посмотрели, а вдруг, а вот что-то как-то этого много уже, что-то надо как-то с этим что-то делать. Вот. А потом, конечно, хотелось бы отрепетировать это в рамках программы, причем с... Которые уже... Ее уже рамки могут быть расширены. И просто играть ее, поиграть ее немножечко в клубах, потому что у нас, слава богу, сейчас довольно много мест, где... Нас ждут. Где можно было... Может исполняться музыка такого формата. И, кстати, там в каком-то радиоформате она там как бы ротацию бы прошла. Но, как всегда, это связано... Наши затыки связаны с финансами в основном, потому что у нас как только немножко вливание есть, сразу двигается все. Как только они прекращаются, мы тоже останавливаемся, значит, сидим за сайт. То есть это было бы гораздо быстрее, если бы... Можно сказать, что мы сейчас независимы ни от каких продюсеров. Мы сами себя продюсируем, потому что мы сами как бы все оплачиваем. Значит, если бы как бы какой-то... Был бы рычаг... Да, конечно, то это было бы быстрее, потому что там есть штук, есть материал. Вот. И как бы основные люди, которые в этом... Как бы я не могу кроме Антона Дюрова упомянуть очень талантливого человека Леонида Головко, который... Он как бы наш аранжировщик, наш гитарист, один из гитаристов, и наш как бы, ну, саунд-режиссер, вот так скажем, потому что там саунд-продюсер у нас... Он как бы к этому тоже имеет отношение, но креативно и форматно вот три человека, которые вот каким-то образом объединили свои какие-то чаяния, какие-то свои желания. Вот это вот Антон, Леня и ваша скромная судьба. Оль, у нас такая традиция, что все гости что-то поют вживую. Ужас какой. Неважно, да, что? Да, конечно. Странно, неважно. Как бы... Я могу, да? Все, что... Да. Есть такой замечательный, талантливый человек Сергей Трофимов. Автор-исполнитель. Он пишет совершенно в любых совершенно стилях. У меня была такая песня, он мне написал. Это знаменный распев. Вот такая... Ак-бэй нам не очень нравится. Сейчас попробую. Он ее... Этого он это делает гораздо лучше, чем я. Просто она мне нравится. Сейчас. В небо белым голубем поднимусь, К матушке родимой, К матушке родимой домой вернусь. Прилечу порой предрассветною. Простучусь в окошко заветное. Ты по мне не плачь, Ты по мне не плачь, моя родная, Собери родню упомянуть меня. Да пойди во храм за околицей, Поклани святой Богородице. Бился я за силу державную, А погиб за Русь православною. Да земля чужая, не братская, Стала мне могилой солдатскою. В небо белым голубем поднимусь, К матушке родимой домой вернусь. Прилечу порой предрассветною, Постучусь в окошко заветное. Браво! К сожалению, наше эфирное время подходит к концу. И что бы вы пожелали нашим слушателям, зрителям на прощание? Я бы желала, будьте счастливы. Будьте счастливы в только что наступившем новом году. Будьте счастливы завтра, послезавтра. Будьте счастливы как можно чаще. И всех-всех вам успехов и благ. Да, хорошо. И что мы поставим на прощание? Давайте на прощание поставим такой тоже, такой кавер. Это из мюзикла Notre Dame de Paris, но такая англоязычная версия известного номера. Хорошо. Я тоже со всеми прощаюсь. До новых встреч. Наши программы называются «Театр на изнанку». А что для вас изнанка театра? Для меня изнанка театра – это труд, слезы, пот, травмы, которые стоят за всем этим красотой великолепием. То есть труд артиста в репетиционный период подготовительный и как бы за кулисами, он очень часто непригляден, тяжелый. Это просто реальные вот эти вложенные в боль, это какие-то физические какие-то силы большие, какая-то энергия. Вот это все, я считаю, что это изнанка театра, это изнанка того, что… Изнанка сцены. Есть ли такие ушедшие мэтры, с которыми вам бы хотелось сыграть? Да, и очень много. Очень много. Ну, я могу пример, например, сказать, как жаль, что нету Олега Борисова, как жаль, что нету Виталия Соловина, как жаль, что нет Натальи Гундаревой, как жаль, что нет Михаила Занинштрайля, как жаль, что нет Ирины Метлецкой. Очень много можно перечислять, и актеров, которые ушли, потому что они просто были уже в преклонном возрасте, так и рано покинувших нас людей, потому что раньше, мне кажется, я не воспринимаю своих коллег, своих современников, как я воспринимала их. Мы воспринимали их, они все были какие-то звезды, какие-то мастера, такие… Мне кажется, что это просто мы, вот сейчас, вот так вот ты не видишь. Мы не видим, как, например, стареют наши родственники. Мы не видим, они для нас такие же, какие они были в детстве. То есть дети, они не сильно меняются, вот так же вот и коллеги как-то. Очень многие, причем из них многие были прекрасными педагогами, а с кем-то просто хотелось бы что-то поиграть, потому что когда смотришь, что они делают, это так здорово, так тонко, это и спектакли в живую на сцене, и какие-то слабые записи, оставшиеся спектакли, кино, очень много. Есть люди живые, перед которыми я прикладываюсь. Я считаю, что… Я Людмилу Марковну Горченко люблю, она мощная, это великая просто. Она великая, у нее было несколько жизней в искусстве, она мощная, огромная российская, русская актриса. Я даже когда-то в детстве хотела написать ей письмо, слава Богу, что я не сделала этого, не стала занимать ее драгоценное время. Вот с кем хотелось бы поработать, у кого хотелось бы взять, и вот это неиссякаемые какие-то силы на то, чтобы что-то еще… Чтобы еще вот так. То есть какая Мадонна со сменой Динджи, простите. А чего бы хотелось поучиться для этих Мадонн? Ой, хотелось бы поучиться вообще уму-разму, и в профессии, и в жизни, потому что, как показывает время, большими звездами и артистами такими знаменитыми просто так не стать. Это они все личности, прежде всего, большие, человеческие, умные, и не… Это не просто деньги вложили, там кто-то научил что сказать, и человек вышел и сказал, и здорово, и так красивая внешность сыграла. Нет, это такой синтез внутри, как чего-то незавурядного. Там, я думаю, что это здорово, и потом они как-то, они так говорят, они такие харизматические все, они так говорят, их цитировать хочется бесконечно, запоминать случаи из их жизни, пересказывать их где-то вообще, как анекдоты. И все это как-то, как бы легко. Хотя, на самом деле, совершенно не легко, и когда-то, наверное, они были молодыми, и тоже у кого-то учились, но кажется, что это так легко, потому что это мастерство уже такого размера. Кажется, что это… Помните, как в фильм «Успех» там Алиса Фрэнлих говорила «Прошу» и ручкой делала вот так филат его, что… Разговор окончился с режиссером, она «Примадонна театра», «Прошу». И он ушел, и она так переделка. Хороший жест, надо запомнить. Вот это, это как бы… И так следом и посмотрела. Вот это вот… Я очень, кстати, люблю вот наши, какую-то старую там киноматичную пересматривать, которые очень по-театральному делались, там прямо сцены лепились, прямо давали длинными кусками снимать. Это здорово. Это здорово, абсолютно. Сейчас все убыстрено, динамики, сейчас все очень быстро лепят, как клипово, быстро-быстро-быстро, за два часа 20 без антракта рассказали все, потому что быстрее всем надо еще в кино успеть на ночной сеанс, или успеть что-то посмотреть, или в «Боулинг сердце» поиграть. Раньше нет, раньше была немножко так по ритмичной жизни, но все это было вдумчивее как-то. Сейчас уже так… Не встретишь уже, чтоб так, но как-то… Ну, пытаемся какими-то местами делать какие-то вкопления, что… Откуда-то все-таки наши корни, откуда-то вот… Вот мы все-таки откуда-то вот оттуда… Что-то у нас общее есть вот с ними. Ну, я пытаюсь во всяком случае в себе вот это ощущение. Только что прошел Новый год, где вы его встречали? В доме или на работе? На работе. На работе мы Новый год вели в качестве ведущих, и говорящих, и поющих. С Антоном Деровым мы вели Новый год, всю новогоднюю ночь, в большую программу концертной. Вот. Но, как говорится, это тоже неплохо, потому что девушки тоже надо зарабатывать. А когда шли в актрисы, в певицы, думали о том, что уже не придется встретить Новый год в теплой компании домашних? Нет. Я, кстати, никогда не шла в певицы, хотя… Я даже так, ну, как бы, не могу сказать, у меня нет образования певицы, то есть я так практикующая, так как бы так всяк надо… Если что, так можно и 32 фута освоить, ну, хотя бы там 5-6 из них освоить. Нет, не думала. И, конечно, к счастью, бывают Новые годы, последние, правда, нет, они бывают из компании, но они бывают, конечно, редко вот с родными, конечно, с друзьями, или на работе, или как-то что-то. Ну, что делать в это хребное время у актеров, вот. Вообще, я когда думала, нет, когда думала, что надо идти в актрисы, потому что там все время давят цветы, вообще-то. Это вообще, и они такие красивые, я все время думала, они такие красивые. Вообще, это был какой-то немножко, если честно, взгляд такой истерии, когда вот девочки, помните, рисуют все время куколок или красавиц таких. Вот на уроке, чтобы время убить, они рисуют красавиц. Вот мне все время казалось, что вот это просто попасть туда, в мир этих красавиц, вот так я это воспринимала, и я думала, что это какие-то вечно молодые. Причем, я не видела, сколько им лет, они были какие-то прекрасные, с какими-то прекрасными струящимися волосами, какими-то сумасшедшими длинными ногами, вот такими глазами, какими-то такими белоснежными зубами, все они были красавцы и красавицы для меня. Сияющие какие-то люди. Очень такие. Ну, нет, я до сих пор их так считаю, и всех своих коллег тоже такими считаю. Ну, естественно, что не без чудинки, не без дурнинки. Ну, врачи, которых я боготворю, они тоже, это каста, любая профессия, подразумевающая кастовость какую-то, внутри профессиональной этой общины, конечно, она немножко не от мира сего, со своими тараками. Ну, это все. Как сможете? Пока! Так говорят. Пока! Пока! Пока!